Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 февраля, день Агафии, назван в честь святого мученика Агафингела. Юноши он посетил заточенного в темнице святого Клемента, епископа Анкирского. Клемента истерзали неимоверно жестоко, чтобы только он отказался от веры Христовой, но пытки его не сломили. Вид пыток глубоко потряс юного Агафингена, и он решил также пострадать за истинную веру. Их мучили много раз. Афингела повесили и строгали железными когтями. На голову Клементу надели раскаленный до красна шлем. Этот день в народе называли Агафий полухлебник. Крестьяне проверяли запасы хлеба, хватит ли их до нового урожая, не будет ли семья голодать. Заодно проверяли, не испортилось ли зерно для посева. Для этого перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказались испорченными. Амбары, сараи, которые опустили, ремонтировали, чтобы они продолжали служить. Поэтому сегодняшний день был предназначен для решения домашних забот. Впереди была весна и посевные, а потому следовало позаботиться обо всем заранее. Даже была пословица «Агафий в закромах спины не разгибает, годному зерну счет ведет». Хозяйки пекли сегодня куриные пироги. Они символизировали семейное счастье и плодородие. Сегодня этот пирог должен был съесть каждый член семьи. Остатки скармливались скотине. Приметы. Если на Агафии ударил мороз и светит солнце, в августе будет жарко. Солнечный день к ранней весне. Много снега лежит на земле, год будет урожайным. Погода сегодня, после полудня, указывала, каким будет январь следующего года. Белка выбралась из гнезда к оттепели. Напиток получился кисло-сладкий, умеренный во всех отношениях, ничего добавлять не надо. Ах! Великолепно! Наш завтрак можно плавно перевести в ужин. Для этого мы можем с вами все это сохранить. Переливаем в баночку. Накрываем крышечкой и ставим в холодильник. Итак, у нас с вами получился целебный завтрак. Один из вариантов целебного завтрака с клюквой. Значит, что он дает? Многие из нас жалуются на то, что у нас не хватает жизненных сил, особенно начало весны, середина весны, зелени нету, авитаминоз и т.д. Где брать витамины? Встает вопрос. И причем не какие-то там витамины аптечные, а полноценные. Пожалуйста. Вот оно, проросшее зерно. Полное витаминов группы В, которые ведут все процессы в нашем организме. Оздоровительные. Витамин А есть? Есть. Витамин Е, который дает потенцию мужчинам, женщинам, позволяет вынашивать здоровое потомство без всяких последствий. Там, знаете, сохранение или еще. Вот что нам сохраняет. Представьте себе, плод нуждается в жизни. Где ее взять? Из мамонного организма? Нет. Вот отсюда все пойдет. И такой ребеночек будет. Хо, одно загляденье. Далее. Опять-таки, если возвращаясь к женщинам, которые кормят, которые вынашивают деток, ногти, волосы, кожа от беременности, от грудного вскармливания у нас портится. Вернее, у них портится. Почему? Да потому что все отдается через молоко нашим любимым деткам. А мамам, нашим красотулечкам, не хватает. Пожалуйста, творожок кушаем, зубки будут целые, кожа красивая, волосики блестящие. И все это в нашем завтраке, который вкусно и хорошо идет. Потому что так творог многие не любят. Говорят, ой, он кислый, он неприятен, он там застреет во рту. Ну, в нашем целебном варианте завтрака он идет великолепно. Наконец-таки мы хотим не болеть простудными заболеваниями. Ни ангинами, ни какими-то там кариесами. А что для этого делаем? Да практически ничего не делаем. Только конфеты едим, да чай или кофе сладкое пьем. С булочками, которые как раз и способствуют этому. Мы с вами сюда добавили клюковки. Клюква великолепный бактерицидный продукт. Чичтости нам кров, а особенно препятствующие развитию различных гинекологических заболеваний. Заболевания предстательной железы у мужчин. Заболевания печени и почек. Хорошо утоляет жажду. Потому что как только мы сладкий напиток, который какой-нибудь выпьем, сразу же у нас начинается, еще хочется пить. А здесь он кислый. Тем более кисломолочный. Ничего нам не хочется пить. Мы великолепно утолили жажду. При этом еще оздоровили свой собственный организм и укрепили его. Как вкусно! Если бы вы знали, приготовите. Кстати, все это можно сделать самостоятельно. Вы здесь не видите во время приготовления завтрака ни консервантов, ни закрепителей, ни подсластителей, ни еще чего-нибудь. Вы все делаете своими собственными руками, с любовью. И это дает потрясающий оздоровительный результат. 12-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатый лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приливаются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний.